Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня 12 декабря, когда я веду съемку. Время около 9 часов утра. За моей спиной на горизонте только-только начинает подниматься солнце. Удивительно, что в это время летом уже стоит такая жара, а сейчас после ночи такой мороз. Ночью сегодня, по прогнозу, должно было быть 24, возможно сейчас будет теплее в течение дня, еще повысится температура. Но я оделся тепло, взял с собой горячий обед, кашку гречневую сварил, мою любимую, и термос с чаем. Сегодня, в первый раз за эту зиму, я выбрался на луга. Именно здесь я хочу пройтись, посмотреть природу. В лес я уже много раз ходил, и видеоролики, которые я уже поснимал, будут выходить на моем канале. Держите руку на пульсе, каждый четверг я их выкладываю. Сейчас направлюсь через... пройду мимо несколько озер. Как обычно, это и летом хожу, но в отличие от лета, у меня будет возможность переходить и озера напрямик. Не знаю, кого я сегодня могу встретить. В принципе, те же животные, которые водятся здесь летом, они есть и зимой. Просто, может быть, более осторожны сейчас они, так как на белом фоне их будет хорошо видно. Возможно, они держатся в небольших перелесках рядом с озерами, где деревья. Посмотрим, что получится увидеть. В любом случае, собираюсь получить удовольствие от сегодняшней прогулки. Приглашаю вас присоединиться и пройтись со мной. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь тоже подточил... Наверное планируют завалить... Но... Вот здесь под деревом свежих следов нет... Наверное выходил еще до снегопада... До луга я пока не дошел... Иду вдоль озер... И время от времени на деревьях... Которые растут здесь рядом... Слышу постукивание дятла... Пока не удается подобраться... Близко, чтобы можно было рассмотреть... Что это за дятел... Хотелось бы очень поснимать еще раз... Трехпаловый дятл... Я его вижу очень редко... Сейчас буду подходить к тем деревьям... Когда рассмотрю... В кроне дерева... Движение... Так как дятел... Во время постукивания... Все-таки двигается... У меня есть бинокль... Смогу более детально рассмотреть... Если получится... Увидеть этого редкого дятла... Попробую поснимать для вас... Для всех тех, с NOTWasном... Смогу о толках... Попробую поснимать для вас... Все-таки превyuёт меня на дни... Вяжите от него мое полетение... Ч Bouffer. пока подкрадывался к этому дятлу это оказался белоспинный дятел здесь также пролетал черный дятел или желна но желна он еще более осторожны не знаю получится ли мне к нему подобраться он пролетел еще дальше вдоль озера на одну из деревьев у меня лишь получилось пока поснимать только белоспинного прогуляюсь дальше вот что так и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Вышел на замерзшее озеро. Сегодня, думаю, по нему безопасно ходить после 20 градусов морозов, которые несколько дней стояли в ночные часы. Осталось примерно две недели до конца декабря, а у нас пока толком снегопадов и не было. Наверное, с ноября по декабрь, по сегодняшний день, как я уже говорил, сегодня 12 декабря, выпало около 5 сантиметров толщина снега. Но иней уже несколько раз обильно покрывал растительность, ветки, траву. Все это очень украшает. Вот я и дошел до луга. Субтитры создавал DimaTorzok Время от времени останавливаюсь. Стараюсь издалека высмотреть с помощью бинокля лисицу. Но, как я и говорил, на этих лугах в течение осени, когда я ходил, видел много мест, где обитают мыши. Да и лисицы, и хищные птицы постоянно здесь. Скорее всего, мышей здесь очень много. И, наверное, лисице достаточно того, что она ночью может наловить. И ей не обязательно днем уже показываться. Все же я еще хочу пройти несколько километров здесь по этим лугам. Может быть, и получится кого-то увидеть. И, наверное, лисице. Сейчас обойду эти деревья. У меня откроется обзор. Буду стараться стоять рядом с темными ветками, чтобы своей темной одеждой не контрастировать на белом снегу. Может быть, благодаря этому, если по полю будет бегать лисичка, увлеченная ловлей мышей, она меня сразу не заметит. Лиси, следы попадаются. Некоторые, возможно, ночные. На некоторых уже обильно иней, скорее всего, проходило несколько дней назад. Вот здесь сдвоенный след. Лапки вместе ставят. Я думаю, что это куница была. След некрупный. И уходит в эти заросли. А в других местах она спрятаться может. Ее никто не обнаружит. Иду по льду еще одного озера. Время от времени и здесь попадаются следы лисицы. Время от времени и здесь попадаются. Продолжение следует. Время от времени и здесь попадаются. Время от времени и здесь попадаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Думаю, начинать пусть в обратную сторону. Такая прогулка по заснеженному лугу получилась. Пусть даже сегодня не получилось увидеть лисицу. Но если честно, у меня таких прогулок, где я хожу и не получается что-то увидеть... Очень много из того, что я выкладываю на своем канале. Наверное, только одна десятая из того, что получается. Остальное я хожу в время и ни птиц, ни зверей могу не встретить. Тем не менее, эти прогулки доставляют мне удовольствие. Свежий воздух, тишина, смиротворение. Главное, чтобы эти прогулки не имели плохих последствий, таких как болезнь, простуда. Поэтому, если кто-то хочет выходить на природу, обязательно берите с собой горячий чай, как минимум. Если вы еще надолго идете, можете даже и поесть взять и одевайтесь тепло. Каждый сам знает, насколько он морозоустойчив. Так что одевайтесь по погоде. А в ближайшие дни в нашей местности ожидается небольшое потепление. Но уже не будет солнца. Будут пасмурные дни. Но хотя бы сильного ветра не будет. Как раз то озеро, по которому я только что шел. Сделал небольшой кружок и развернулся. Сейчас буду двигаться в сторону дома. На небе сегодня ясно. Облаков нет. Замечательный день. И мороз потихоньку ослабил свою хвачу. Обычно возвращаясь домой в теплое время года. Мне нужно было бы пройти по этой дороге, чтобы обойти большое озеро. Вот за этими деревьями первое озеро, потом большая поляна и еще одно озеро. Я планирую их просто пересечь наискосок. Толщина льда позволяет свободно ходить по льду. И немножко сократить себе путь. Уже не в первый раз замечаю, когда я иду по дороге из-за малоснежной зимы. Вот такие трещины на дороге. Они всю дорогу разрывают. Некоторые такие широкие. Вот, посмотрите. Ладонь спокойно помещается. Морозы сильные были, а снега было недостаточно, чтобы землю укутать. Ну, зима только началась. Будет еще снег, я думаю. Это был серый сорокапут. Осенью я его тоже видел. Но немного подальше от этого места. Субтитры делал DimaTorzok Эмоциональныйometric крепствие Морозы мовли 办ми Добавburse Субтитры делал Дима Торзок Субтитры делал Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Ну, оно субтитры делал DimaTorzok Solo Может быть, но иногда Странно, что сегодня за весь день я не встретил ни одного следа копытных животных, ни кабанов, ни лосей, и косули Только лисий, зайчик и следы куницы попадались Вот как-то след куницы Именно по бревну побежал И вот здесь вот этот след поднимается Прыжок туда, здесь, и уже скорее всего на этот сухой ствол запрыгнуло Да, то что я животных сегодня не встретил, это не говорит о том, что их здесь нет В Риме и случай, у меня ведь все-таки ходовая охота, фотоохота И встретить я их могу только если мы пересечемся на какой-то лесной тропе Таких мест, где их можно поджидать, чтобы поснимать Я пока не знаю, не настолько опытный И прикормничных площадок тоже здесь я нигде не встречал Куда животные приходят подкормиться солью или специальными зерносмесями Но то, что они здесь есть, меня это уже радует Пусть бегают А моя задача, как у шарика Полдня бегать, чтобы сфотографировать А потом еще полдня, чтобы фотографию отдать Только что на стеблях рогоза и кумыша проносилась небольшая стайка синиц Среди них были лазоревки И я заметил одну белую лазоревку Для меня это удивительно Я последний раз белую лазоревку видел около 5 лет назад Такая красивая птица Ну то, что я увидел, уже меня радует Приятной встречи Хочу попрощаться с вами, дорогие друзья Спасибо, что посмотрели это видео до конца Будут еще встречи с животными и птицами Сами тоже ходите на природу Наслаждайтесь чистым воздухом Красотой природы Всего хорошего Увидимся на канале Кот-Охота с Альбертом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok